Архангел Михаил и новая идеология с ее системным подходом Идеология как квинтэссенция патриотического сознания российского народа снова будет нашим духовным оружием Константин Мочер Статья за 5 мая 2019 года специально для Иорекс На днях прочитал размещенную на Иорекс новую статью Руслана Хубеева «Новые санкции США. Белый дом теряет контроль над пятой колонной» И опять вспомнилось, что на Руси есть два извечных вопроса «Кто виноват и что делать?» В своем тексте автор, с одной стороны, мастерски использует стратегические подходы в оценке реальности, отвечая на первый вопрос Однако по вопросу того, что делать, на мой взгляд, он тут же скатывается со стратегического на тактический Или потому, что считает себя законопослушным гражданином А подобное прояснение пока запрещено нашей Конституцией Написано и принято в 90-е под контролем наших глобальных врагов Или причина более интересная, более авторская А еще при прочтении данного текста мне сразу вспомнился диалог непримиримых противников в американском фильме 2010 года «Легион» Там архангел Михаил говорит ангелу смерти Гавриилу, которого Господь послал уничтожить людей, окончательно в них разуверившись «Ты пришел сделать то, что он приказал, а я то, что ему нужно на самом деле» К чему эти слова станет ясно чуть позже, а пока посмотрим на текст Руслана Хубиева Конкретнее на ту его часть, касающуюся оценки подрывных действий наших глобальных врагов Те действия, которые сейчас называют элементами гибридной войны Если внимательно рассмотреть основы любого англосаксонского переворота Становится предельно очевидно, что первым его этапом всегда является экономическое давление Лишь после этого следуют определенные шаги, базирующиеся на классических государственных проблемах На системной или бытовой коррупции, на вечной тяге к благосостоянию со стороны людей На расслоении социума и ряде прочих вечных стереотипов Выбирая тот или иной присущий стране вариант, масштабы проблемы рукотворно раздуваются Включается роль оппозиции и диссидентов, пятой колонны и обманутых людей Провокаторы и шпионы используются прямо, а агенты влияния и народ во вход В это же самое время санкционное давление ухудшает жизнь простого населения И, как правило, выступает стимулом для эмоциональной взгонки людей С помощью информационных технологий и социальной инженерии Типичные трудности превращаются в эмоциональный коллапс А людей активно убеждают в том, что виной тому лишь внутренние проблемы Якобы сама мысль об участии третьей стороны нелепа А примеры внешнего вмешательства, оправдания которой использует режим При этом наблюдения за историей позволяют с уверенностью утверждать Что политика англосаксонского мира, в первую очередь Британии и США Построена на изначально гнилом фундаменте В конечном счете ведущем их к разрушению государства Этот фундамент представляет собой следование самым низменным прагматическим интересам Даже не столько основной массы людей страны, сколько ее политической верхушки С наплевательским отношением к другим моментам действительности Если в политике юзиитское правило, цель оправдывает средства, где-то и необходимо То у них подобная деятельность происходит с максимизацией данного правила Да еще с полнейшим игнорированием основного закона человеческого общежития Который при этом одновременно является еще и одной из основных божественных заповедей И основным золотым этическим правилом любви к ближнему То есть действия этих стран основаны на антигуманизме При сохранении фальшивых деклараций вышеуказанного этического приоритета В конечном счете они даже ведут к уничтожению всего мира и жизни на земле При наличии у них ядерного оружия, но не только Своему бесконечно подлому тренду ограбления всего и вся И уничтожение миллионов колонизируемых англосаксонская государственная власть Следует на протяжении долгих столетий Даже можно сказать, что во многом данный тренд в русле политики римских цезарей Англосаксы даже кичатся званием их продолжателей Но при всем при этом не стоит абсолютно всех американцев Англичан, австралийцев, канадцев То есть всех жителей англосаксонского мира Мазать одной краской Не стоит нам быть ксенофобами Есть и на западе глубокие люди Поднимающие серьезнейшие вопросы о смысле жизни И ее более правильном устройстве Кстати, уже упоминавшийся американский фильм Не по форме, но по глубинному содержанию По своей сверхзадаче Является еще одним тому подтверждением Да, в обсуждаемой мной статье автор говорит Аполитичность, активно навязываемая нашей стране через эстраду, музыку, Голливуд и прочие примеры для подражания Нацелена именно на этот исход Тому или иному обществу в 21 веке полагается быть как можно более аполитичным Никто не должен иметь желание разбираться в причинах и источниках проблем Обо всех виновниках ему должна успешно рассказать пропаганда и интернет-работа демократического государства Но в этом утверждении Руслана Хубиева абсолютно правильным звучит разве лишь намек Читателю приходится додумывать, что если есть враждебная пропаганда То должна быть и наша контр-пропаганда Хотя и надо признать, что в другом своем тексте главная проблема российского телевидения Сам автор с болью говорит о необходимости такой контр-пропаганды и ее почти полном отсутствии Целевая функция здоровья государственной прессы в корне отличается от задач развлекательных сфер Просвещение по тому или иному вопросу, а также контр-пропаганда общенациональных СМИ Призваны защитить народ и страну от внешнего информационного воздействия Поддержать моральный уровень граждан, создать нужные образы для повторения и удержать планку одобрения А поскольку любая пресса делает это через поставку готовых мнений в удобной расфасовке Используемые ею для этого термины чрезвычайно важны А еще, что российская пресса не имеет курируемой сверху надстройки Что система про и контр-пропаганды с развалом СССР была утеряна Исчезла данная надстройка В то время как в Британии и США информационная машина и сегодня направляется сверху Все это абсолютно правильно, но им хо, собственное мнение, не хватает окончательного обобщения Возможно, открывая первую интригу из начала текста Автор специально подвесил все эти моменты до написания следующей своей статьи Однако пока, как говорится, имеем то, что имеем Как и в первом тексте, в котором Руслан Хубиев то и дело говорит о правильной работе силовиков и государственников Необходимые контр-пропагандистские действия здесь выглядят тоже лишь тактическими Но тем не менее, поскольку русские еще с 17 века помнят констатацию, что Россия управляется непосредственно Господом Богом Иначе невозможно представить, как она до сих пор существует То слова Архангела Михаила из вышеупомянутого американского фильма Очень хорошо ложатся на сегодняшнюю ситуацию в стране и мире То есть российская власть, лучшая ее часть силовики и государственники Тихо делают именно то, что нужно Того, что не декларируется Но чего на самом деле требует ситуация И, наверное, Господь, защищающий Россию Бесспорно, эти действия противоречат либеральной идеологии Фактически пришедшей на смену уничтоженной советской При лживом декларировании именно представителями-носителями либеральной идеологии Отсутствие всякой идеологии в нашем обществе Но, между прочим, вышеуказанные недекларируемые действия полностью в русле новой нашей идеологии Пока не формализованной и только из-под воли рождающейся Пока во многом лишь интуитивно понимаемой лучшими людьми нашего общества А еще при всем при этом понятно, что нужна именно системная работа Пронизывающая все общество и все сферы деятельности государства сверху и донизу Начиная от воспитания и образования детей еще в детском саду Аналогично тому, как эта система работала в СССР Тем более на фоне того, что до 60-80% населения живут в основном тактическими целями Которыми их так легко зацепить нашим внешним врагам Если пример Киевского Майдана пока очень нагляден То не факт, что по своему воздействию на недовольных он будет столь же эффективен и завтра-послезавтра То есть нужна государственная идеология, не классовая, разделяющая общество А государственническая, объединяющая абсолютно все здоровые силы общества На базе ценностей наличия крепкого самостоятельного государства И советской идеологии с использованием всех ее сильных сторон Чтобы она оставалась гуманистической На основе искреннего следования любви к ближнему И реально справедливой по имманентно присущему всем русским стремлению к справедливости Но, конечно, уже без педалирования темы классовой борьбы Естественно, новая идеология, как и советская Должна использовать героическую историю России Всех ее периодов вместе с образами ее героев Единообразно понимаемую по единому для всех учебнику А все истории вариативные Это кружки по либерастическим и подобным интересам Давно уже практически маргинальным Но сейчас уже категорически необходимо перестать замалчивать сложные Неоднозначные поступки исторических личностей Надо начинать объяснять их в привязке к стратегическим целям государства И не только для того, чтобы враги уже не могли больше использовать их в своих подрывных целях Наверное, где-то и с оправданием этих поступков Особенно если такое оправдание уже сделали общенародное мнение и историческая практика Где, например, по роли того же Сталина можно было бы сказать Что коммунистическая идея была очень красивой, почти христианской Но не учитывала совершенно не идеальную природу человека Поэтому когда вместе с капитализмом пряник материальной заинтересованности был удален Из советского общества в качестве основных методов управления людьми Остался только пряник морального поощрения и кнут принуждения То есть репрессии Со всеми нюансами выражения «Лес рубят, щепки летят» И поэтому Сталину, имперцу, по своей сути, не осталось других инструментов управления, кроме вышеуказанных Ради спасения страны, ради того, чтобы не погибло намного больше людей в случае ее уничтожения внешними и внутренними врагами Что мы потом и увидим Вследствие развала Советского Союза и, соответственно, исчезновения советского противовеса грабительской политики Запада Погибнут миллионы и миллионы бывшие советские граждане и жители других стран Погибло намного больше, чем при Сталины При Сталины, как бы либерасты, не старались придумывать цифры с потолка по неисчислимым миллионам невинно убиенных Но вернемся к идеологии Туда, безусловно, должно войти также понимание и осознание всей неоднозначности Февральской, а затем и Октябрьской революции 1917 года Которая возникла как ответ на полную деградацию царской России и немощность тех либералов, которые свергли царскую семью При этом надо понимать, что Октябрьская революция стала ответом на первый госпереворот авторства либералов После которого, однако, путчисты так и не смогли взять власть в свои руки Соответственно, и гражданская война стала следствием не Октябрьской революции, как утверждают наши доморощенные либералы А того тотального кризиса, в который пришла Россия в окончании правления Романовской династии и неудачи Февральского переворота И туда же, в текст и в суть идеологии, обязательно войдет Великая Отечественная война И ее герои, и современное движение Бессмертный полк, так сильно поддержанное народом И туда войдут факты новейшей истории, то есть возвращение Крыма 2014 года С акцентом не столько по спасению его русских, сколько по безопасности всей страны И восстановление нашей армии вместе с ВПК И новая ситуация в мире, благодаря нашему новейшему оружию, делающей невозможную победу над нами военным путем Конечно, если нам в короткие сроки удастся и разобраться с пятой колонной И довести производство этого оружия до необходимого количества, чтобы избежать войны уже в ближайшей перспективе В новой идеологии займут свое место и наши грядущие победы по восстановлению единства и русского народа, и России, как новой гуманистической империи Туда войдет также гордость за нашу новую науку, культуру и наше новое искусство Хоть в это пока и не очень верится на фоне Серебрякова и прочих подобных кадров Искусство, которое, как в советское время, поможет нашему гражданину еще больше гордиться страной Будет стимулировать расти над собой, добиваться новых научных, интеллектуальных, спортивных достижений и вершин искусства И все это не с эгоистическим, либеральным акцентом, а с патриотическим И еще новая российская идеология с наконец-то артикулированными, ясными и благородными целями нашей внутренней и внешней политики Снова, как когда-то в советское время, поднимет энтузиазм нашего народа на невероятную высоту Вместе с военным могуществом России неминуемо будет и экономическое, и духовно-идеологическое Идеология, как квинтэссенция патриотического сознания российского народа, снова будет нашим духовным оружием Будьте всегда в курсе, это уже статьи Константин Мочер, специально для Иорекс Архангел Михаил и новая идеология с ее системным подходом